Здравствуйте, дорогие друзья! С вами по-прежнему канал Автоплюс. Программа «Попучек». Мы в прямом эфире. Очередной гость в студии – это Виктор Казанков, человек, вам хорошо известный, принимающий участие в наших тестах. И наверняка известный ни одному поколению поклонников кольцевого автоспорта, поскольку Виктор многократный чемпион СССР еще выступал в Кубке Дружеского Страна, побеждал там же, да, наш прославленный формулист. Вот Виктор не оставил как бы руль, не повесил шлем на гвоздь и из формулы перешел в кузова. И в этом сезоне довольно успешно выступил в Кубке Хонда на автомобиле Хонда Civic Type R, при нашей некой скромной информационной поддержке. Добрый день, добрый вечер. У кого как, мы вещаем на все часовые пояса, поэтому у кого-то добрый день, у кого-то доброе утро. Дорогие друзья, телефоны на ваших экранах, звоните. Мы сегодня говорим с Виктором, во-первых, подводим итоги сезона в Кубке Хонда и говорим вообще о кузовных моноклассах, о том, почему такие гонки существуют, зачем они нужны и какие гонки, какие моноклассы или как должны выглядеть моноклассы у нас в стране, учитывая наши специфические особенности как автомобильного рынка, так и развитие нашего автоспорта. И начнем мы, пожалуй, с, наверное, поздравлений все-таки, да, потому что первый сезон для тебя в Кубке Хонда и сразу он закончился очень неплохо, да. Поделись успехами. Ну, закончился неплохо, хотелось бы немножко получше, чтобы результат был, но есть кое-какие нюансы, которые не позволили выступить лучше, там не хватило стабильности, потому что из десяти гонок, которые прошли, зачет по всем гонкам. И получилось так, что два этапа, две гонки получились в ноль, там, из-за аварии. Потому что привыкание к автомобилю определенное, потом немножко более жесткий стиль вождения в кузовах, нежели чем в формулах. Я имею в виду в спортивной борьбе, в конкурентной борьбе. Ну, результат довольно-таки успешный, потому что... Ну, место какое, скажи? Пятое место общее получилось, неплохое. На некоторых гонках ты был вторым даже? Да, два этапа я закончил вторым, и три этапа закончил третьим. А так, в основном, как бы, вот именно чуть-чуть не хватало, чтобы, как бы, выиграть. Покажите нам, пожалуйста, о чем идет речь, собственно, для тех зрителей наших, которые не видят наши трансляции, наши репортажи о гонках Кубка Хонда. Мы транслируем уже эти гонки на нашем канале Автоплюс в течение уже месяца полутора. Вот, так что на ваших экранах то, что происходит там. И, Виктор, как тебе вот после того, как ты ездил столько лет, да, на формулах, оказаться в кузове, я имею в виду на кольце, да, ты ездил в кузовах на ипподроме, но в кольцевых гонках ты в кузовах практически до этого не участвовал? Нет, ну, стартово, когда становление этого класса было, там, были пилоты приглашены в гонках, участвовали именно для популяризации этого класса, как бы, монокласса. Я участвовал в этих соревнованиях и выиграл четыре гонки из шести. Поэтому я считаю, что результат был неплохой, единственное, подвела техника. Ну, что касается контактной борьбы, потому что, я так понимаю, что контактная борьба для формулы, да, это, как бы, практически сход. Ну, в принципе, да, потому что колеса открытые, любое касание, ломается ли рычаг, мы видим, как и по формуле один, тоже ситуация такая. А здесь немножко закрытые колеса, есть кузов, крылья металлические, пластиковые, в зависимости от поставщика изготовителя, как бы машина в одном весе, там, готовится по техническому. Колеса закрытые, иногда бывает, что спортсмены горячатся, немножко, может быть, стоило бы подождать, как тактически побороться, и, там, через круг, там, два, там, можно обогнать, там, не применяя физической силы. Ну, ребята некоторые не думают, поэтому, как только догнали, сразу же идет контакт. Хотя, в принципе, результат не повышает как с их стороны, так и с моей стороны. Ну, все-таки, ты научился как-то адекватно реагировать на это, или пока ты, вот, не знаешь, какую тактику в этом, защиту или нападение, да? Ну, здесь ситуация очень простая, как бы, я надеялся, что все-таки, как раньше проходили гонки более сдержанно, автомобилей хватало, например, без всяких жестяных работ на сезон, в кузовах. Сейчас на гонку хватает? Ну, сейчас иногда и на гонку не хватает, приходится ребятам работать, надо отдать им должное, они очень быстро восстанавливают, потому что перерывы между гонками иногда бывают до двух часов, и, например, вот на последнем этапе в Орле, да, там была личная ошибка, повреждение автомобиля, там была сломана шаровая опора. Они успели починить и восстановить автомобиль, там буквально за час, и уже я стартовал опять с последнего места, и приехал к финишу вторым. Я считаю, что работа их не была вознаграждена моим результатом. И здесь получается, что вроде бы думали, что весь сезон проедем, не подкрашивая, не ремонтируя автомобиль, оказалось, нет. При равных возможностях очень плотно идет борьба, и, например, на контрольных, там, в одной секунде, там, даже был случай у нас, например, в Киеве, три спортсмена вместились в пять сотых, хотя при дистанции там в три километра. Ну, это очень плотно, да. Да, очень плотный результат, и любая ошибка, она, как бы, отрицательно сказывается на результате. Ну, давай коротко о том, что из себя представляет автомобиль, и поясни нашим зрителям, что все автомобили одинаковые, да, то есть, вот это очень важный момент, что автомобили все абсолютно идентичны. И вопрос только работы инженеров по каким-то минимальным настройкам машины, и, как бы, вопрос уже в прокладке между рулем и сиденьем, да. Ну, как говорится, это да. Если что-то не идет, значит, надо менять. Да. И что за автомобиль, значит, Honda Type R. Да, это Honda Type R, Civic двухлитровый, мотор стоит. Безнаддувный. Безнаддувный, атмосферный двигатель стоит, с изменяемым фазам газораспределения, которые были первоиспытаны в Формуле-1, потом перешли на серийное производство. И успешно используется в автомобилях Honda на сегодняшний день. 200 лошадиных сил, примерно? 200 лошадиных сил, да, агрегат. Коробка передач шестиступенчатая, у всех передачные отношения серийные. Дифференциал повышенного трения стоит у всех одинаково. Используются одинаково, практически два поставщика шина в этом сезоне было. Там можно ехать было на Мишлене одного состава и Якогама тоже одного состава. И поэтому все были как бы в равных условиях. Дальше к настройкам может, как спортсмен, подойти только два варианта. Это изменение жесткости амортизаторов и жесткости пружин. Есть еще регулируемый задний стабилизатор. Стабилизатор, да. Дополнен, да. Передний стабилизатор стоит в серийном исполнении. Ну и давление в шинах, естественно. Ну, естественно, давление в шинах. Как бы все, в принципе, едут на одном и том же давлении шины. Единственное, что вот именно геометрия подвески. Настраивается сход, развал колес. Звонок у нас. Здравствуйте. Алло. Алло. Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда вы? Вечер добрый. Здравствуйте. Я из Москвы. Меня зовут Виктор. Очень приятно. У меня к вам в вашей программе и в вашем бюро вопрос. Я приобрел себе автомобиль и хотел бы участвовать в гонках. Хотел бы профессионально сделать его и, соответственно, узнать, что мне нужно для этого. А что за автомобиль? Хондо, Сивик, Тайп Эр. А. То есть вы хотите самостоятельно подготовить автомобиль. Хороший вопрос, хорошая тема. Спасибо большое за вопрос. Откуда берутся машины? Кто их готовит? Да, вот важный момент. Ну, ситуация очень простая. Значит, организация и подготовка автомобиля, организация соревнований и подготовка автомобиля занимается компанией Cart Motors. Они являются официальными организаторами этого класса. А, так сказать, с разрешения Хонды представительства у нас здесь в стране. Поэтому все комплектующие и основные агрегаты приобретаются только через них, можно ставить именно амалогированные, то, что зарегистрировано. Поэтому надо связываться с этой компанией Cart Motors.ru, и вы найдете всю информацию именно на этой сайте. То есть, фактически, сначала все равно изначально это обычный... Это серийный автомобиль. Обычный серийный автомобиль, который готовится у нас в стране. Да. То есть, это не машина японской подготовки, которая приходится... Нет, нет, нет. Это тайпер европейский, европейский тайпер, это не японский даже. И поэтому он готовится у нас. И, в принципе, можно подготовить у нас тоже. Что серийное в машине остается? Что все-таки имеет гоночную спецификацию? Гоночную спецификацию имеет исключительно только каркас безопасности, сиденья спортивные, которые по безопасности, по международным техническим требованиям, ремни безопасности, система пожаротушения, огнетушителя устанавливается. И, в принципе, практически все. Можно использовать руль как серийный, можно использовать руль как гоночный. Здесь как бы на выборах. Но коробка... Коробка, там немножко изменены передаточные отношения, но они берутся... Есть просто серийный вариант этих передачных отношений, тоже производства компании Honda. И они, значит, ставятся в эту коробку, собираются практически всех, они должны быть одинаковые. Коробка пломбируется, естественно, организатором мотор тоже пломбируется, потому что с мотором ничего делать нельзя. Можно только там сделана, изменена система, масляная система, там поддон изменен, чтобы не было отливов, поворотов. Ну, конечно, поворотов, да. Да, и все. Все это пломбируется организатором, когда представляешь ему. Подвеска? Подвеска. Разрешены любые амортизаторы на сегодняшний день. То есть на выбор пилота или команды, да? Да, 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 да. И есть как бы разрешили отключать систему, антиблокировочную систему в тормозах и включать именно через распределительный экран регулировки перед-зад тормозов. А так все серийно. Единственное, что используется как бы диск, там и колеса идет одного диаметра, там 15 дюймов колеса используются. Ну, понятно. И бюджет мероприятия. Я имею в виду подготовку машин. Мы сейчас не трогаем пока само участие в соревнованиях. Я не могу окончательно сказать. Почему? Потому что это вопрос к организаторам. Я не участвовал именно в изготовлении этого автомобиля. Я только в принципе первый сезон делаю первые шаги в этом моноклассе. Может быть это как бы стартовое на дальнейшее движение в спорте. Может быть это как бы познание именно другой дисциплины спорта, чтобы иметь как бы больший опыт, чтобы возможность была его передать в дальнейшем кому-то. Ну да. Звонок. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Сергей из Санкт-Петербурга. Очень нравится мне ваша передача. Обожаю ее. Спасибо, Сергей. Чуть погромче. Очень плохо вас слышно. Ага. Вот так нормально? Еще громче, если можно. Хорошо. Я хотел бы задать вопрос по поводу... Знаете, я что-то не слышу вас. Да-да, слышим вас. Я хотел бы задать вопрос по поводу регулируемого заднего стабилизатора. Вот ваш герой сказал. Я многие вещи знаю, но вот это немножко не понимаю. Не могли бы пояснить коротко, если можно? Тонкий технический вопрос. Да. Да, это тонкий технический вопрос, но в принципе он нужен больше для настройки автомобиля во время соревнований. Почему? Потому что все-таки зависит и от стиля вождения пилота. Делается он как бы тоже организатором. Разрабатывался, устанавливался. Жесткость его меняется. Там используются два пера из пружинной стали, которые фрезеруются. С одной стороны он мягкий идет, с другой, да. Путем поворачивания этого стабилизатора меняется жесткость самого стабилизатора. А в принципе серийный автомобиль, он уже отстроен, как бы испытывается, доводится под общую массу водителей. И как бы исключить какие-то нюансы там в вождении. Здесь просто во время соревнований подбираются те огрехи под каждого водителя, те нюансы минимальные. Ну, чтобы настроить автомобиль просто под пилота, под его стиль вождения. Вот поэтому используется регулируемый зад стабилизатор дополнительно. Ну да. Ну, давайте сейчас поговорим вообще о моноклассах в принципе. Потому что вот очень интересная история. Мы здесь имеем дело практически с серийной машиной, да. И вот что интересно, да, большинство моноклассов, оно построено именно вот кузовных моноклассов. По этому же принципу. То есть минимальные изменения, вот давайте посмотрим, кубок пола, например, взять, да. Вот тоже мы практически имеем стандартный полик, заряженный, правда, в версии GT, да. Но машины, которые, в общем, абсолютно все одинаковые, все готовятся одним подразделением АПТ. АПТ очень крупная немецкая тюнинговая компания, которая занимается... Ну, больше Volkswagen Motorsport, наверное. Ну, они на АПТе готовят. Машины все готовят АПТ. То есть это вот АПТ, отданный на водку. Куб, они создали под это дело даже свое отдельное подразделение, вот для этих самых, для поликов, да. Вот. И, собственно, там их готовят. Там, если мы возьмем... Сейчас, Витя, прошу прощения на звонок, потому что многие люди звонят издалека. Сейчас вернемся к теме Кубка Пола, да. Звонок. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вечер добрый. Могу ли я задать вопрос? Да, как вас зовут и откуда вы звоните? Меня зовут Виктор, я из Москвы. Очень приятно. Я хотел бы задать вопрос герою Виктору. Виктор, простите. А могу ли я принимать участие у вас со своей автомашиной подготовленной? Я просто как пилот, больше я ничем заниматься не умею. Но хотел бы вас узнать. Ну, если автомобиль соответствует как бы всем техническим требованиям организатора, то, я думаю, можете участвовать. Единственное, что как бы надо пройти какие-то определенные тесты, потому что, чтобы участвовать в соревнованиях, надо спортсмены иметь гоночную лицензию. То есть... А какая категория, кстати? Ну, в нашем классе... Допускаете? С национальной лицензией допускается самая начальная там допускается. Но Е и Д, да? Да, да, да. Можно. С Е и СД можно, да? Ну, это... Поэтому, в принципе... Демократично. Да, никаких проблем нету. Если СД пускайте, я могу тоже. Потому что мы участвовали, были у нас... А стартовые взносы? Это опять к организатору. А, понятно. То есть, ты... Вот счастливый человек, да, который решает абсолютно только... Вот профессионализм, все правильно, да. Нет, но есть вопросы, которым должен заниматься там или спортсмен, или организатор команды там, например, какие-то определенные функции должны быть. Другими функциями должен другой, конечно, заниматься. Поэтому всем сразу заниматься невозможно. Друзья мои, так покажите нам, пожалуйста, кубок пола. Мы продолжим говорить о моноклассах. Чтобы зрителям было понятно, о чем идет разговор. Вот, да, вот они, замечательные машинки. Повторимся, опять же, да, машины практически GT, да. Тут тоже задуженный, с гоночным баком, система пожаротушения. Вот. В остальном практически серийный автомобиль. И также устроены гонки, например, мини-челлендж по такому же принципу. Тоже практически серийные машины. С другой стороны, есть как бы моноклассы, если мы возьмем Сиат Леон Купра, да. То есть это 300 сильные монстры фактически, да, очень легкие, очень мощные машины. Правда, очень ломкие. При этом на это уже как бы дело другое, да. И совсем другая история, да. То есть тоже монокласс вроде, да, но машина уже сильно отличается от стандарта. Вот с той точки зрения, какой тип монокласса, да, сейчас у нас есть картинка и Сиата, да, сейчас мы тоже это увидим. Какой тип монокласса больше подходит для вот наших российских условий? Ну, в принципе... С учетом того, что мы любим зрелище, мы любим, когда это быстро, да, быстро и красиво. Ну, в принципе, любой может подойти монокласс. Почему здесь как бы, ну, есть как бы свои нюансы. Почему? Потому что, например, у нас на сегодняшний день осталось Невское кольцо, как бы на реконструкцию закрыто. Обещают вернуть. Да, обещают вернуть. Там во всех проектах строительства стадиона, там есть гоночная трасса, должна остаться. Но это не раньше, чем через года два, я думаю, будет. Осталось одно кольцо в Мячиково, в принципе. И больше у нас как бы нету возможности нигде ездить. Единственное, что как бы для моноклассов там и спортивных автомобилей кузовов можно участвовать, например, как во всем мире начинались гонки и опять возвращаются для зрелищности. По городам, по регионам, везде, как прошла последняя гонка, например, в том же Кубке Хонды. В Орле, да. Было бы желание местной администрации и как бы организаторов, кто организовывает эти соревнования, там сорганизовали они, в принципе, мероприятие где-то за 2-3 недели. Очень быстро, все было принято решение на местном уровне. И как бы по безопасности, самое главное, выехали комиссары Российской Федерации, по безопасности поработали. Уже, например, на следующий сезон там с дополнениями определенными можно провести уже чемпионат России. Я думаю, что там будет проведена не один этап чемпионата России, потому что заинтересовалась администрация. Во-первых, для городов, регионов это интересно, потому что не хватает как бы зрелищности. Например, в Москве всего навалом и ночных клубов, и казино, и всего прочего. Поэтому как бы народ закормленный. Немножко отношение как-то стало такое не очень теплое. А там все проводится. Поэтому я думаю, что для нашей страны, что малые классы, что более мощные, как Сиат-Леон класс, они и тут, и тут могут жить. Единственное, что здесь как бы зависит от организаторов этих классов и от политики производителей. Потому что моноклассы это все равно политика производителей, потому что это является рекламной акцией и на каких условиях. Поэтому если Сиат захотел иметь более мощную машину, и вкладывать деньги в затратную часть этого класса, они вкладывают. Volkswagen подходит по другому принципу. Воспитывает молодых водителей. Они сделали такой класс с серийным агрегатом, близким к серийным. Пошли понадежно, чтобы машина доезжала до финиша. Единственное исхода, в принципе, мы видим, по технике практически нет. Да, контакт. Контакт ошибки. Единственное, что бывают ошибки, это когда водитель в торможении, грубо говоря, с пятой передачи включил не четвертую в торможении передачи, а гораздо ниже вторую. Идет перекрутка двигателя, все равно тут никуда не деться. Если ременная передача, обрывается ремень. Естественно, мотор, как всегда, идет на выброс. Ставится новый мотор, он не очень дорогой, это не специально подготовка какой-то гоночный мотор. И дальше, по затратной части, конечно, моноклассы, они гораздо дешевле. Ну, вот смотри, какая интересная штука. Вот если мы возьмем саму организацию процесса, приглашение пилотов, например, вот эту часть, то Кубок Порше. Едут абсолютно профессиональные пилоты, которые занимаются только тем, что они ездят далеко не первый год и ездят в очень приличных, или до этого ездили в очень приличных гоночных сериях. А если мы возьмем мини-челлендж, тоже монокласс, который там на два порядка дешевле, чем Кубок Порше, то там ездят стоматологи, адвокаты, торговцы недвижимостью, либо люди начинающие, которые делают вторые шаги, где-то там, им нужно год перекантоваться. А если мы возьмем Кубок Пола, там просто ограничение, цен с поводством до 19 лет. Там просто старше уже нельзя ездить. И это абсолютно молодые профессионалы, которых просто тащат вот так вот, да? У каждого свой сайт уже есть, у каждого список побед, наград, все. И отношение к ним такое же. У них сборы, у них индивидуальное питание по группе крови, там разрабатывается физподготовка и так далее, и так далее. Полувоенная организация фактически. Вот вроде все моноклассы, а совершенно разный подход ко всему. Вот у нас какой монокласс все-таки, какой тип пилота ближе? Вот в Хонде ты профессионал ездишь, да? Человек, так сказать, там список наград перечислять, там замучаешься. Черевань, да, ездит. Тоже профессионал, который там, да? Павлов ездит, но он уже в зрелом возрасте пришел в кольцевой автоспорт. Ну вот моноклассы позволяют иметь, например, в нашей ситуации, возможность ездить любому спортсмену, который решил, так же как телезритель звонил нам, решил попробовать свои силы, он может там попробовать там. Он попробует, пройдет какую-то определенную ступень, там научится чему-то, там вождению быстрому. Может быть он способен поедет очень быстро, потому что есть такое, бывает это не исключение, потому что таланты надо развивать, с одной стороны. А может быть просто научиться каким-то нюансам, которым нельзя научиться на дороге определенной, потому что все равно спорт это культура, поэтому тем более автомобильный, это именно с автомобилем все связано, технический вид спорта. Поэтому как бы безопасность прежде всего на дорогах, потому что не все спортсмены, как бы выезжая на дорогу, начинают носиться, такого не может быть, потому что носятся в основном по дорогам те, кто немножко далек от спорта. Потому что негде как бы... Ну понятно, да. Потренироваться, поездить, спустить пар, поэтому народ на улицах отвязывается. Поэтому такая ситуация. Бесспорно. То, что мы говорили, например, о классах Volkswagen, Polo, Porsche, тут как бы с одной стороны имидж разный совершенно. Машину взять Porsche, например, это чисто спортивный автомобиль. Можно сказать, что... Это гоночный автомобиль. Гоночный автомобиль, да. Поэтому компания, имея имидж определенный и поддерживая рекламный имидж своего автомобиля, дает этот автомобиль в руки именно профессионалам. Она продает этот автомобиль. Она не дает, она продает. И это экономическая часть. Но все равно она заинтересована, чтобы ездили и участие именно профессиональных спортсменов. В Polo это немножко класс такой, как ты сказал, именно переходный класс. Именно воспитание молодежи идет. Кто-то не смог ездить, например, в гоночных автомобилях, в формулах, не пошел по ступени развития, например, с формулы Ford, там школьный формул, там всех. Он идет, например, с Volkswagen Polo. Тоже почему? Потому что, когда в моноклассе, легче увидеть какой-то талант, чтобы развить его дальше. Ну, на фоне, да, в равные, если все в равных условиях, конечно, да. В равных ситуациях, да, до пилота. Здесь как бы идет школьное воспитание, так же, как в любой школе, есть первый класс, есть десятый класс. Невозможно поступить сразу в десятый, например, класс. Надо хотя бы пройти... Они там набираются опыта, привыкают именно к профессионализму гоночному, там, безопасности, во-первых, проведения соревнований. И к этому, прежде всего, если мы смотрим, да, автомобили все сделаны по требованиям безопасности Международной Федерации. Они там... Есть каркас безопасности, есть специальные сетки, чтобы не было травм со стороны разбившегося стекла, там, удара там в дверь, там, всего прочего. Экипировка соответствующая, как бы безопасность, прежде всего. Ну, вот, а что касается, вот наших моноклассов, в частности, у нас единственный, как бы, кузовной монокласс сейчас есть фактически, это Хонда? Ну, не совсем. Есть класс национальный, как бы, там участвуют все на автомобилях... Волжского автозавода. Да, Волжского автозавода. Но там и Калины, там и 12-я модели, там все как-то вместе у них. Ну, это, как бы, идет... Сначала хотел... Ну, единственное, здесь получилось так, что, как бы, до этого момента завод поддерживал кубы клада, да, он проводил. Это была правильная акция, с точки зрения рекламы. Да, когда был кубок клада в свое время, да, это было... Начинали с восьмерок. Действительно, все машины были одинаковые, все были восьмерки, их было 35 машин на старте, это было действительно зрелищно, и там действительно ездили люди, молодые, и оттуда вылезло, так сказать, довольно много гонщиков. Тот же Нуждин, да, там проявил себя, он в кубке лады себя проявил, да, и сейчас вот человек, один из метров, так сказать, стал уже, да. Да, нет, ну, как бы, вот еще моноклассы, это национально, почему? Потому что там все ездят на, как она, 12-й модель сейчас, на хэтчбэк, на десяток. Там все в равных условиях, там поставщики, единый мотор, там опломбированных, там организатор, там коробок передач, поэтому там бы, как бы, очень жесткая такая конкуренция тоже, как бы, они сдерживают это. Здесь тоже, как бы, по бюджету разница есть, потому что все равно в национальном классе дешевле, потому что по запчастям, по всему там, это экономически как-то. Дальше идет класс, монокласс у нас есть, это кубок Хонда, то, что вот организатор проводит. А как в Хонде вообще, в кубке Хонда организована команда, вот сама инфраструктура команды, то есть, ну, здесь ты пилот, да, то есть у тебя по идее, ну, как я понимаю, да, если говорить, так сказать, о таком уровне, более-менее, то есть у тебя должен быть инженер, у тебя должны быть механики, должен быть менеджер, ну, там, совсем по уму еще там пара-тройка человек, которые должны что-то приносить, там, уносить. Ну, в принципе, для монокласса... Пресс-секретарь, да? Да-да-да, для монокласса, в принципе, так много народа не надо. Почему? Потому что, ну, команда, это самое простое, состоит из двух автомобилей, из двух участников соревнования. Ну, в принципе, нужно как бы постоянно иметь хотя бы постоянным одному механикам и одного инженера на всю команду, чтобы заниматься настройками автомобиля. А так, больше, в принципе, затрат там нет. Ну, конечно, пресс-секретарь нужен, но нужен для всего класса больше, чем для команды. Для команды, конечно, в оптиме тоже нужно, именно потому что спорт более-менее профессиональный, потому что приходится или арендовать автомобиль, или приобретать автомобиль. Опять же, его содержать надо, поэтому как бы с рекламной точки зрения все равно нужен менеджер, пиар-менеджер. А вообще, вот если смотреть на аудиторию, на зрителей, то вот есть уже те люди, которые сознательно смотрят гонки, вот сознательно смотрят у нас кубковые гонки. Не просто вот они пришли поглазеть там вот на все, да, так праздно шатающиеся, ну вот заодно, а люди, которые вот начинают там обсуждать там на сайтах, форумы какие-то, вот они едут, ездят на соревнования, у них есть там какая-то символика, атрибутика. Это же очень важно, да, вот ты приезжаешь на Ньюрбург-Ринг там или на Хохенхайм, да, на Оршес-Лэбан, да, и там вот этот, вот кубок пола, вот эти дети едут, но там по 20-30 человек, фанатов там у каждой, и каждой командой люди в дудке дуют, они одеты в цвета этой команды, да, и создают другое ощущение, совсем, как бы, ощущение большой взрослой гонки, да, такой серьезной. Ну, здесь ситуация очень простая, здесь, ну, что можно сказать, например, есть проблема в нашем государстве, как бы, ну, до всего пока еще руки не дошли, поэтому постепенно до каких-то видов спорта дошли, все-таки это все равно политика, должна быть, прежде всего, именно руководящих наших органов, почему? Потому что без их неправильно направленной политики не разовьется в стране ничего, самим можно делать все, что угодно, как бы, это будет какой-то очень закрытый клуб, естественно, будут свои зрители, какие-то фаны там, но это будет очень закрытое мероприятие, в принципе, без освещения того же, в прессе, в телевидении, это тоже никуда не двинется, хочется сказать вам спасибо, что поддержите все-таки наш российский автомобильный спорт, не забывайте, ну, как ты сказал, например, таких фан-клубов, например, как на Западе, ну, в принципе, у нас практически нет, там, минимально как-то, есть по классам, там, я думаю, что у Лукоила есть, там, у команды, но она не участвует в моноклассе, участвовала в моноклассе, перешла, в другой класс, заинтересованность, там, политика команды, такая, поэтому тяжело сказать, по зрителям на сегодняшний день, почему, потому что, во-первых, наш кубок, весь календарь из-за того, что, как бы, нехватка трасс, во-первых, да, зрители до конца не знают, где это можно посмотреть, на сегодняшний день. да, потому что нет абсолютно никакой единой, какой-то рекламной политики, да, вот. Ну, я думаю, что это немножко хромает наша российская, все-таки Автомобильная Федерация, потому что она является нашим, так сказать, руководствующим органом, и я думаю, что в области политики рекламы немножко есть маленькая недоработка у них, но я думаю, они исправятся в ближайшем будущем, потому что, ну, время диктует, надо работать, поэтому никуда от этого не денешься. Или придут другие энтузиасты, люди, которым это дело начнут продвигать. Вообще, гонки Кубка Хонда проходят не только в России. Это вещь такая, да, есть кубковые машины и в других странах, так сказать, это в России все это идет, если не память не заметили, с 2003 года, да, вот появилось. Да, с 2003 года, В мире все это, опять же, вот на вскидку где-то года с 87-го, вот первые, так сказать, кубковые, вот Хонда как, Хонда Куба, как монокласс, да. Ну, не только Хонда, вообще моноклассы, они пошли, я думаю, что с середины, там, даже раньше, может быть, середина 80-х. я просто про Хонда именно говорю, про то, что вот как под брендом Хонда, да, организовался монокласс. Я к чему все, вот у вас в этом году вы пытались решить проблему дефицита трасс в России выездом за границу, то есть вы ездили в Финляндии, два этапа было, да? Ну, да, два этапа, да. На Украине, в России, да? Да. Есть ли вообще идеи каким-то образом интегрироваться, скажем, в европейские кубковые гонки, хондовские? Ну, в принципе, организаторы, есть у них такое, как бы, соображение, они хотят провести, например, на следующий сезон, там, два или три этапа международного такого кубка Хонды. Ну, да, вот я об этом и говорю, да, потому что есть же там, я думаю, что и в Финляндии есть ребята, которые ездят на Сибиках. Ну, они, в принципе, участвовали в наших соревнованиях тоже на первом этапе, там, неплохо участвовали, но не такое большое количество их участников было, непонятно почему, но в этом сезоне было гораздо меньше, чем в прошлом сезоне. Это по информации организаторов. А на следующий сезон, как бы, планируется, если договорятся, то проведут, как бы, европейский региональный такой чемпионат, там, из двух-трех этапов, там, в принципе, каждый уикенд у нас этап проходит из двух гонок зачетных. Каждая гонка является своим этапом определенным. Это сделано в связи экономики, потому что, чтобы меньше затрат было на выезд, на проживание. пять гонок получат, пять уикендов, получается, десять этапов. Замечательно, да. Так что, надеемся, что, может быть, будет международный, как бы, на следующий сезон Куба Фонда. А вот на фоне там фиников, как наши выглядели? Ну, сказали, что они в прошлом сезоне проехали мимо очень быстро, хотя до прошлого сезона проехали их очень быстро, но в этом сезоне, как бы, мы их не заметили, если честно. были настолько быстрее, что они были неконкурентоспособны в этом сезоне. Даже на своих трассах постоянно где они участвуют. А что вообще за люди? Вот кто они? Кто те иностранцы, которые ездят в Кубке Фонда? Ну, в принципе, ситуация очень простая. Мы говорили о моноклассах, да, моноклассы всегда они дешевле. Почему? Потому что, когда монокласс, значит, монопоставщик один, там цена совершенно другая. Потом плюс организатор именно этой марки производителя заинтересован в рекламе, он вкладывает какие-то средства. чтобы сократить себестоимость для команд. Поэтому участвует много спортсменов. Ну, может быть, не совсем до конца профессиональных спортсменов, как бы средний уровень подготовки очень высок этих спортсменов. И поэтому там колеблется возраст от начинающих спортсменов, молодых, участвуют, берут на обкатку их туда, и до довольно-таки профессиональных спортсменов. великовозрастных, так сказать. Но все-таки это все-таки любители больше, так понимаю, да, в основном? Ну, это, получается, такие классы, если брать, как мы разговаривали только о Сиате-Лионе, там, конечно, там профессиональная должна быть команда. В Сиате-Лионе там понятно, там ездят профессиональные люди. Другая машина, мощность другая, естественно, подвеска уже близко к гоночному автомобилю, форма. Она вообще гоночная, фактически. Да, накрытая кузовом Сиата-Лиона. Здесь, как бы, возможность есть там полупрофессионалов участвовать, любителей. Что значит любитель? Все равно он гонщик с определенной лицензией. Ну, да, который постоянно тренируется, у него есть наказ. Есть определенный уровень, да. И просто вопрос, чем он зарабатывает на жизнь? Зарабатывает ли он на жизнь гонками, либо он на гонках тратит деньги, да, вот вся разница. Нет, здесь ситуация в любом виде спорта, даже в Формуле-1 могут быть. Такая же, абсолютно. Абсолютно такая же ситуация. Если, например, там первые десятки, они зарабатывают деньги, например. Все остальные приносят. Все остальные, да, они тратят деньги. Как они их приносят, откуда они берут, это уже другая ситуация. Другая история. Так же и во всех этих классах. Что касается планов на будущий год, то Финляндия, Украина опять останется? Это разъездная история по Европе, по Восточной Европе и по Северным странам. Еще раз повторюсь, потому что здесь зависит только от организаторов. До конца календарь как бы они сверстан на следующий сезон. Но они планируют от пяти до шести мероприятий провести. Уикендов, да. Да. Естественно, в каждое мероприятие будет проводиться две гонки. Каждая гонка будет идти в зачет, как своим этапом. Поэтому минимально будет десять гонок у нас. Максимально может быть двенадцать, может быть четырнадцать. Но география пока еще... Да, география прорабатывается. Если как бы первый опыт нашего региональных гонок, там Орла, там, и все прочее. может быть увеличится. я хотел отдельно поговорить. Да. Может быть, в Москве проведут все-таки, потому что было запланировано, например, в этом сезоне в Москве также гонка. Я думаю, что в Москве на следующий сезон тоже или на Воробьевых горах, или в Лужниках все-таки проведут соревнования. Там маленькие нюансы были, поэтому в этом сезоне не провели. Поэтому, как бы, география может быть обширной на следующий сезон. То, что в Финляндии будет этап хотя бы один, это точно будет, потому что понравилось как бы и именно производителям понравилось, и как бы всем понравилось и организаторам мероприятия. На следующий сезон также планируется организаторами выставить новый автомобиль. Мы знаем, что с конца 2006 года пошел новый Цивик у них, седан четырехдверный. И с точки зрения продажной рекламной политики конечно используют лучше эту машину. И оказывается в этом кузове именно Type-R выпускается в Японии и в Соединенных Штатах. Потому что там, например, хэтчбэк не очень приветствован, а этот хэтчбэк он ближе к европейской машине. Поэтому планируется с агрегатом Type-R тем же, то, что в сегодняшних машинах существует. Может быть он мощнее будет на одно-две лошадиных силы в связи с измененной электроникой и прочее. и короче говоря будет вот такой автомобиль седан четырехдверный и будет он популяризироваться дальше. Конечно, параллельно с ним и допускаются автомобили сегодняшнего производства Type-R. То есть, фактически будут и седаны и хэтчбэки ездить вместе? Да, да. Единственное, что на предсезонных тестах будет машина в зависимости от того, какая будет быстрее машина, будет добавлен весовой ганди-кав обязательно, потому что машины все-таки разные. И, с другой стороны, и развесовка разная у автомобилей. У седана она более такая... Ну, как бы машина будет обкатываться, тестироваться, и, естественно, в связи с этим будет какое-то дополнение в массе или, наоборот, в убавлении массы, чтобы автомобили были одинаковыми конкурентной способности. Возвращаясь к теме городской гонки, просто к Сивику я хотел еще вернуться, да, вот, зная, что ты в личной жизни пользуешься Сивиком, просто у нас очень много вопросов от зрителей по Хонде Сивик именно, просто некий такой легкий феномен, да, вот я, например, не понимаю, почему за машиной стоят такие большие очереди на полгода вперед, вот для меня это загадка. Сейчас, чуть попозже, я просто сейчас про городскую трассу, вот мне очень, ситуация с Орлом меня очень заинтересовала, потому что любая попытка, насколько вот я помню, начиная с 94-го года, проводить гонки по Москве, они всегда были небезопасны. Вот я могу навскидку, там сейчас вспомнить 3-4 очень нехороших аварий на Ленинских горах, которые по счастливой случайности не закончились трагически, да, вот, но разложенные машины и повальные деревья, да, они помнятся, вот, в том числе и формулы, застрявшие вот так вот, да, и лопнувшие монококи, вот, все это было, вот, и, собственно, опыт и зарубежный проведения гонок в городе, да, он говорит о том, что нужны какие-то чрезвычайные меры безопасности, и это исключение, да, Монте-Карло, да, Норрис Ринг по неруберку гонок в Европе, да, ну, больше я как-то вот не вспомню. В Макао городская гонка проводится, да, вот так и собирается. Ну, на следующий сезон Формула-1 запланировали 18-й этап будет в Валенсии по улицам города, так что, в принципе, и Инди очень много гонок проводят. Инди, да, Инди, да, в Фениксе гонка проходит, да, по городу, да, это не... Потому что, в принципе, с точки зрения отдачи зрительской отдачи, конечно, городские гонки, они намного интереснее. Ну, вот тебе не было страшно ездить в Орле? Да нет, там как бы была соблюдена безопасность, да, там любая ошибка пилота приводила как бы к сходу, но это... Ну, сход, ну, что такое, это техника. Все сделано для безопасности, с одной стороны, есть каркас безопасности, мы уже говорили об этом, поэтому как бы с точки зрения безопасности, там все соблюдено было, там были зоны торможения, определенное сделано, если спортсмен не попадает с торможением, он может уехать чуть дальше, там остановиться, вернуться на трассу, продолжить движение. Ну, над безопасностью организаторы работают, поэтому я думаю, что интересно. Конфигурация дороги, самое главное, чтобы асфальт был как можно ровнее. Ну да, и чтобы колодцев не было. Ну да, чтобы колодцы были заварены, чтобы поднимали, если мы знаем, что в Китае, когда проводилась пробная гонка в Шанхае, там колонезный, люк открылся колонезный, да? Да, да, когда ДТМ проводил гонку, там просто распороли машину одностопно на специальности. Колонезным люком, да. Пока все не заварили. Но это опять, это относится к организаторам, как бы, есть нормы безопасности Международной Федерации, Российской Федерации, если они будут все соблюдены, можно проводить гонки где угодно. Потому что в Москве много мест, где можно проводить просто гонки. Единственное, что проблема в Москве на сегодняшний день даже в выходные дни. Перекрыть какой-то участок, запустить. Я думаю, что это не прибавит популярности автоспорту. Ты честно скажу, потому что радость от этого будет омрачена, так сказать, ненормативная лексика, которая будет носиться из уст десятков тысяч человек, которые будут стоять в пробке и говорить, вот они там. Опять неправильно. Век технического прогресса. Они должны любить автомобили, они ругаются сегодня. Они должны быть взаимовежливы, культурные, тогда не будет у нас ни пробок, и будет движение все соблюдено. Если все водители были такими, как ты, понимаешь. Может быть, и я не настолько хороший водитель, говорить об этом. Ну, твоя гоночная карьера говорит об обратном. Я думаю, что немногие сейчас в России гонщики могут похвастаться таким числом побед и титулов. Возвращаясь к Хонде Сивик. В чем феномен автомобиля? Я вот смотрю, я когда увидел Хонду Сивик хэтчбэк, я обалдел. Пока я ее увидел. Это же космос. Это вот просто космические формы. Я сел в машину, это было на автосалоне в Париже предыдущем, два года назад. Загорелась панель вот эта вот многоступенчатая с, так сказать, с низкими секторами. Все эти цифры в воздухе, так сказать, повисли, красивые все. Потрясающая совершенно машина. Когда я увидел седан, как же можно сделать так? Вот есть вот такая космическая вещь, а есть вот сделали из нее какую-то хозяйственную сумку на колесах. А потом, когда я поездил в этом, я понял, что, собственно, по поводу чего-то шума столько. А люди стоят в очереди, полгода ждут машину. Ну, с одной стороны, здесь тяжело сказать. Почему? Потому что все-таки меняется сознание людей, меняется потом хотим мы этого, не хотим. Реклама воздействует на нашего. Мы все равно. Ажиотаж все равно есть на сегодняшний день как бы на автомобили, на модные автомобили. Поэтому автомобили сегодня выбираются с одной стороны с точки зрения моды. Все-таки дизайн соответствует модным каким-то тенденциям определенным. Количество подушек безопасности, хотя безопасность на дорогах зависит не от количества подушек в автомобиле, а от поведения водителя. Как минимум пристегнут ремнем, потому что если ремнем не пристегнут, никакие подушки не помогут. Ну, все равно, я говорю, от культуры вождения может быть и ремень не поможет. Ну, да, да. Безопасности. Все говорят ремнем, ремнем пристегнутся. Ну, не всегда он помогает. Это уже известно, статистика есть об этом. Помогает только совсем бестолковым, иногда только. По поводу Цивика. Ну, Хонда имеет довольно-таки долгие традиции работы с Формулой-1, поэтому все, как бы, разработки, одни из самых первых, как бы, они именно внедряли в производство. Также взять, как, например, с изменением фазы газового сопределения. Не, моторы шумовые, конечно, да. Прежде всего, надежность в автомобиле, конечно, немножко не хватает для такого класса автомобиля. Там может быть шумоизоляция, в принципе, на дороге автомобиль ведет себя довольно-таки хорошо. Экономичный автомобиль. Поэтому, может быть, из-за этого, как бы, и очереди такие. А может быть, из-за того, что, как бы, не могут производители поставить нам столько автомобилей, чтобы удовлетворить наш рынок. Да, нет. Ну, спрос, конечно, спрос определяет популярность модели, безусловно, и свидетельствует о ее популярности. И поэтому, да, субъективные мнения типа моего могут существовать, но объективность показывает всю другую картину. Я действительно поражаюсь тому, насколько вот эта технология вот этих моторов с изменяемыми фазами газораспределения, насколько она безотказна. То есть, когда вот эти моторы только появились, у меня были вот какие-то мысли насчет того, что, ну, ребят, ну, молодцы, сколько же сейчас будет у вас гарантийных случаев, сколько у вас будет рекламаций, и сколько народу у вас будет записываться на очереди в сервис, да, и где вы будете брать лишние подъемники для того, чтобы это все, или места там, да, посты, для того, чтобы все это дело... Оказалось, что нет, это все ходит, ходит и ходит. Да, это все ходит и ходит, и что самое интересное, даже в наших российских соревнованиях там есть трековые зимние гонки проводят на ипподром. Даже определенный гандикап сделали этим машинам, потому что, в принципе, в серийном исполнении группы N допускаются автомобили на ипподром, и поэтому там сделали, как бы, другим компаниям разрешили форсировать свои моторы, но Хонде запретили форсировать мотор, чтобы они участвовали именно в серийных моторах. Почему? Потому что мощность достаточно, например, 1600 мотор имеет 160 лошадиных сил. Ну, это для льда, для легкой машины, типа, она же легчена, конечно, сильно, да. Как бы, вот такие условия. Ну, дальше, я думаю, что это тенденция определенной моды, имиджа определенного, там, например, машины других марок можно свободно, китайских, например, купить, да. Это мы не рассматриваем. Пока они не вошли в популярность у нас. Это мы не рассматриваем, да. И даже цена, я надеюсь, что даже цена в этой ситуации не станет решающим аргументом для приобретения китайского автомобиля, потому что, ну, есть определенные все-таки пока еще, опять же, да, тот же Civic, последний седан, там же ситуация очень простая, там, практически все опции, которые есть в дорогой машине, все есть там. Ну, да, особенно включая, вот такие игрушки, возможность переключения под рулевыми клавишами, да, Под рулевыми клавишами, как на формуле. Да, да. Поиграться на дороге. Ну, интересно вообще. А что касается вот этого характерного фишки хондовской, да, это очень высокоборотистых моторов, но которые реально просыпаются там после шести тысяч. Ведь в обычной жизни человек, вот, почувствовать весь этот кайф он не может, да, потому что он ездит там, ну, как вот ты трогаешь с места, да, там, в пробке толкаешься, там у тебя, ну, тысячи полторы, ну, две, ну, три тысячи оборотов, да, а когда ты вот едешь на хонде и после шести тысяч друг у тебя и машина просыпается, накрывается второе дыхание, ты наконец понимаешь, как она на самом деле может ехать, то вот это вот уже на дорогах ты не поймешь. Ну, почему? Смотря на движение по нашим улицам, некоторым этого не хватает просто. Хотят побыстрее, но не получается. Кры, пожалуйста, ты не слышал о том, вот может быть опять же в рамках, как бы кубка хонда, да, организация трек дней, потому что вот на мой взгляд это могло бы привлечь гораздо больше внимания, я не говорю про хонду, пусть она решает свои проблемы рекламные самостоятельно, а гоночной серии к самим гонкам, к автоспорту, да? Здесь я что могу сказать, здесь опять вопрос к организаторам, как, что их удовлетворяет, это развитие удовлетворяет их, или они хотят побольше как бы пропагандировать свою серию, тут все от этого только зависит, поэтому я думаю, что в этом сезоне немножко с амбордом начиналось, в связи с тем, что как бы трасс не хватает, осталось бы в Питере трасс, я думаю, что и вот эти мероприятия проводились бы организаторами обязательно. А сколько, вот мы сейчас недавно, мы с Олегом Кисельманом как раз говорили, он в понедельник вот сидел в этом же кресле, как раз мы обсуждали вот эту тему, трасс, то есть это самая больная тема, естественно, когда люди начинают говорить о российском автоспорте, все упирается в конечном счете в отсутствие трасс. Вот на твой взгляд, сколько трасс сейчас нужно в России, как минимум? И где они должны находиться? Вот очень важный вопрос. Где они должны находиться и сколько их нужно? Ну, в принципе, в нашей стране трасс не хватает. Будем говорить так же, как и футбольных полей. Поэтому ситуация... Только что, слава богу, вместо футбольных полей на студении Минникирова решили строить снова трассу, а ты слов про футбольные поля. Я говорю, не хватает, в принципе, такая ситуация. Но голод есть определенный. Почему? Потому что, в принципе, что такое гоночная трасса? Это не только для спортивных мероприятий. Прежде всего, мы там могли бы проводить спокойно с вами тест-драйвы, да, тест-драйвы автомобилей, катать машины, да. Сейчас Мечку приходится в очередь записываться на сколько-то недель вперед, чтобы там урвать час и выехать на машине просто на трассу. Потом ситуация такая, когда нет конкурентной способности между трассами и между организаторами, естественно, немножко идет удорожание. Потому что немножко дороговато в Мячку участвовать в тестах и во всех мероприятиях. Есть монополия определенная. Потом опять же школы, опять же клубы по интересам, клубы по маркам. Где-то им надо все-таки, тех же дрэк-рейсерам, ночным гонщикам, где-то надо проводить мероприятия. Это все закрытые трассы. Возможность проведения в соответствии с международными требованиями по безопасности. Зона безопасности существует. Даже повредить свой автомобиль не столько можно сильно на этой трассе, например, как на улице они носятся. Ну да, естественно, разные вещи, конечно. Для своего здоровья. Поэтому также для мотоциклистов, опять же. Потому что они все трассы универсальны на сегодняшний день в мире. В мире, да. Да. Поэтому если будет стационарно, я думаю, что на сегодняшний день как минимум даже вокруг Москвы, если брать, я думаю, минимум 5-10 раз это все будет наполнено. А почему тогда с твоей точки зрения никто не пытается инвестировать активно деньги в эти проекты? Мы сейчас слышим очень много рассказов о том, что сейчас строятся трассы на Новой Риге, где-то в 60-50 км от Москвы. Но пока, опять же, только все проекты, только все на уровне пока каких-то первичных работ. Сейчас, говорят, будет трасса под Смоленском некая. В Красноярске люди, но в Красноярске это самый серьезный проект, потому что раз уже более-менее она готова. Почему вот нет этих, ну, есть там 3-4, но нет этих 10 хотя бы даже инвесторов, которые хотят вложить деньги, если действительно мы говорим о том, что эти трассы не будут пустовать, и они могут собирать деньги каждый день. с одной стороны, мы говорим о тех вариантах, которых только что мы проговорили, да, ситуация очень простая, там, как бы, частная заинтересованность инвесторов, есть возможность, есть какие-то там определенные возможности, там, как по земле, так и по финансам построить, в принципе, недорого построить автодром национального уровня, он не очень дорого стоит, и не тех денег, как вот требуют требования под Формулу-1. В принципе, Форму-1 нам на сегодняшний день, она не нужна. Не нужна нашей стране совершенно. Это так же, как в Америке, там, но не будут на следующий год проводить в Индианаполи сетап. Ну, не будут, но они даже и не почувствуют. Они не заметят этого, да, абсолютно. Потому что страна, где больше всего в мире автомобильных треков, там, существует больше 50 трасс. Больших, не считая маленьких, да, да, да. Поэтому я думаю, что, это и будет повышаться естественная культура вождения, потому что любой человек может приехать. Даже можно обучение первичное, обучение водителей, там, не экстремальным, как бы у нас школа экстремального вождения есть, но они все разбросаны, непонятно по каким закоулкам. Все это, как бы, не сформировано в нужном русле, поэтому это все нужно. Это как тренажер для человеческого тела. Если не будет определенный тренажер или беговой дорожки, естественно, ты физическую культуру никогда не разовьешь себя в организме. Сидеть все время у компьютера, это одно. Так тело и останется у нее, только пальцы работать будут. Так опять же, получается, что вроде все нужно, да, и вроде, почему никто не несет деньги, не говорит, ребят, построите мне трассу, вот, или там, да, давайте я вот... Но никто же не несет деньги, чтобы построить стадион у нас для футбола. Просто пришел человек и принес. Это, опять же, это политика государства. Есть у нас комитет по физической культуре и спорту, есть у нас Российская автомобильная федерация, я думаю, их совместное сотрудничество должно принести какие-то определенные плоды. Почему? Потому что, ну, экономика нашего государства, ну, немножко она отличается от европейского стиля, от того же, от китайского, поэтому на сегодняшний день у нас она какая-то своеобразная. Поэтому просто человек прийти, там, принести деньги, там, потом мы знаем все прекрасно, что вокруг Москвы, например, вокруг Питера, да, таких индустриальных больших городов, на сегодняшний день земля имеет определенную ценность. И получить ее просто, ну, до конца невозможен. Почему? Потому что есть определенная бюрократия, прежде всего, поэтому я думаю, что просто из-за этого проще построить дом, построить коттеджный поселок, распродать его, получить какую-то прибыль. Но это будут быстрые деньги. Да, быстрые деньги. Потому что трасса, да, купаться будет долго, но это как бы нужная вещь, это будет стабильная какая-то и прибыль приносить. Также мы говорили о Кубке Пола, там ОМОН, да, там, например, спортсменка, фан-клуб у них, это та же политика развития молодежи. Это все взаимосвязано. Гонки Кубка Пола все-таки проходят на тех же трассах, где проходят гонки Формулы-1 в большинстве случаев, да, и где обязательно проходят гонки ДТМа. Это входит ДТМ-уикенд. И вот эти пацаны едут там, где вот через два часа поедут метры. Поедет Хакинен, да, вот так сказать, там, и же с ними, да. Да, это, ну, ступенчатость, развитие и всего прочего. От этого никуда не денешься. Это как человек родился, растет, растет, учится постоянно каждый день, там, вплоть до самой старости пока. Так, давай вернемся к Кубку Хонда, вы так философией занялись, значит, на будущий год, про будущий год. Что ты будешь делать в будущем году? Какая машина у тебя будет? Будет ли это старый хэтчбэк, либо это уже будет седан, ты поедешь на новой машине? Вот, что будет за команда? Кто будет в команде вместе с тобой? Ну, сейчас на все вопросы в принципе не найдены. Я не могу дать ответ. Почему? Потому что сейчас идет межсезонье, как бы, идет работа определенная. Все зависит от того, на каких условиях я буду участвовать на следующий сезон. В этом сезоне одни условия были, там, организатор представлял автомобиль, была компания FlightAuto, тоже один из дилеров Хонды, который предоставил определенные средства, так сказать, предоставили мне автомобили и совместно с вами мы, как бы, сделали общую работу. сейчас просто работа начинается по следующему сезону, и поэтому в зависимости от того, какие условия будут предложены организаторам и какие возможности будут у нас, будет ясно уже где-то, я думаю, что в январе месяц на каком автомобиле и в каком уровне и в какой команде мы будем участвовать. Ты бы хотел видеть в качестве партнера у себя в команде молодого пилота или пилота равного тебе, опытного человека? Ну, здесь нет такой разницы или опытного, или молодого. я думаю, что сплав молодости и опыта это хорошо тоже, сплав опыта тоже хорошо. Например, одна из команд в этом сезоне, которая заняла первое место команда того же организатора, почему они показали хороший результат, там был опытный пилот и очень быстрый пилот, молодой, поэтому все у них и получилось. То есть стабильность и скорость. и нестабильность, но быстрая нестабильность. Единственное, мне повезло, например, мне, потому что как бы я занял практически одной машины, там, четвертое место в командном зачете, если бы второй пилот был немножко постабильнее в этом сезоне, хотя он очень быстрый был, но единственное, что результат как от быстроты, там, от первых контрольных времен, там, и выигранных нескольких этапов, там, да, больше результата не было. Или ноли, или результат. Какие-то вынесли себя уроки по тактической борьбе? Это сложный вопрос, уроки по тактической борьбе, немножко, конечно, к концу сезона пришло окончательное понимание взаимосвязи с автомобилем, потому что тот автомобиль, который в начальной серии запускался, да, он был с АБСом, с серийными тормозами и практически на серийной подвеске. Еще и переднеприводный. Да, и переднеприводный. потому что тебе же, естественно, как формулисту привычно ездить на заднем приводе, конечно. Ну, в принципе, ситуация здесь такая, все равно, на чем ехать, как бы, все равно, тактика одна и та же, единственное, здесь настройка автомобиля немножко меняется, понимание, единственное, не хватило в этом сезоне, я думаю, что взаимосвязи какой-то определенной там в работе с автомобилем, общей такой. Думаю, что на следующий сезон будет, если повторение, будет участие в этом классе, если что-то не получится там в других каких-нибудь классах или какой-нибудь другой проект определенный. Формульный проект для тебя, как бы, ты считаешь для себя закрытым уже? Проект формулы 1600, например, или формулы 3, ты же в формуле 3 ездил в последнее, так сказать, существование. Ну, ситуация очень простая. Я бы, может быть, и остался бы в этом классе, в гоночном. Банально не хватило просто средств, возможностей там, потому что есть, например, дальше уже идет ситуация такая, например, в команде обязательно должен работать профессионал там или профессиональное агентство по поиску средств. Естественно, этот продукт рекламный, он должен приносить какую-то рекламную отдачу компанию. Чтобы он приносил, надо компанию эти привлечь и убедить, что это для их компании, как для имиджа, будет лучший вариант. Виктор, спасибо большое. На студии сегодня был Виктор Казанков, человек, чьи титулы и чьи победы в кольцевом спорте во времена СССР и России предчислять можно очень долго. Спасибо, Виктор, мы желаем тебе удачи и в Кубке Хонда на будущий год. Надеюсь, все-таки ты поедешь и у тебя будет достойный автомобиль, достойная команда, достойный партнер. Ну и остальным всем твоим гоночным проектом. Оставайся с нами в программе наши тесты, ты очень ценен для нас как специалист, который позволяет нам разбираться в нюансах современной автомобильной техники. С нами был Виктор Казанков, оставайтесь с каналом Автоплюс, вас ждет еще много интересного. Автоплюс,